Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы будем говорить об эскалации в российско-армянских отношениях на фоне подрывной роли Франции, раскачивающей ситуацию на Южном Кавказе. Итак, значение многих вещей и их настоящую цену, идет ли речь о прочности отношений или о нашей способности следовать своим принципам и не исходить с избранного пути, мы узнаем только в экстремальных ситуациях, только в моменты критических испытаний. Отсюда и возникло понятие краш-тест, испытание машины, позволяющее понять, какой удар она может выдержать. Таким краш-тестом в условиях экстремальных нагрузок, которыми подвергается международная система безопасности, становятся в эти дни и отношения между бывшими советскими республиками и их связи с внешним миром, с Востоком и Западом. И вот в полной мере все это относится к трем государствам Южного Кавказа, Армении, Азербайджану и Грузии, по-разному демонстрирующим способность не поступаться принципами. Или напротив, способность срочно переобуваться в воздухе, чтобы пройти по вот этому натянутому над геополитической пропастью канату. И вот именно это, друзья, происходит сегодня в российско-армянских отношениях, не выдерживающих перегрузки вот этой борьбы за сферы влияния в регионе, в которой внезапно ринулись мировые державы, которые, в отличие от России, ранее ведь не проявляли к Южному Кавказу особого интереса. Однако, в новой геополитической реальности процесс отдаления Армении от России, а заодно и от альянсов, в которые пока еще входят обе страны, приобретают, в общем-то, ураганный характер. Мы с вами просто не успеваем, не успеваем следить за вот этими меняющимися новостями. Смотрите, на этой неделе Никол Пашинян вновь шокировал Москву, что он, впрочем, делал и до этого, но на этот раз заявив, что Армении следует максимально широко обсудить последнюю резолюцию Европарламента. Что это за резолюция? Я вам напомню, что на днях Европарламенте, в стенах которого, кстати, собралось максимальное количество русофобов, как, впрочем, и азербайджанофобов, в пику Москве и в назидание другим бывшим советским республикам предложили, ни много ни мало, рассмотреть возможность предоставления Армении статуса страны-кандидата члены ЕС. И, как заявил глава МИДа Армении Рат Мирзаян, учитывая все вызовы, с которыми сталкивается Ереван в последние годы, в Армении появилась идея членства в ЕС, а у ее народа, как он сказал, возникли европейские устремления. И к сообщению, вот этому сообщению о включении Армении в список стран, перед которыми помахали вот этой европейской морковкой, или, можно сказать, брюссельской капустой, примыкает блок новостей об обрушении отношений с Россией и организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. На прошлой неделе армянские власти заявили, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Завартноц, после чего, как вы знаете, в Москве предупредили, что Армения может повторить судьбу Украины. Однако ведь это, это не остановило Никола Пашиняна, который, я хочу напомнить, еще в феврале объявил о заморозке членства Еревана в ОДКБ. А уже на этой неделе он развил вот эту скандальную тему. Каким образом? На пресс-конференции в армянской столице он фактически выдвинул ОДКБ ультиматум, ну, который можно назвать, я бы назвал его открытым шантажом. А как следует из заявления Никола Пашиняна, Ереван уже не просто замораживает свое членство в ОДКБ, а вообще может выйти из организации, если организация не ответит на вопрос о зоне своей ответственности. Ну, что это такое? Понятно, что это заведомо невыполнимое требование. Почему? Потому что вот и все ответы, все разъяснения уже были давно даны много раз руководством организации. Но мы с вами ведь знаем из истории дипломатии, что заведомо невыполнимое требование выдвигают тогда, когда ищут предлог, ищут повод для того, чтобы просто оправдать свое решение, которое уже давно на самом деле принято. И неудивительно, что вот в этой ситуации официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторику армянских властей по теме ОДКБ оскорбительной. И как следует из ее заявления, продолжение вот этого нынешнего курса Армении может нанести непоправимый ущерб все еще союзническим отношениям Москвы и Еревана, может создать серьезные риски для суверенитета Армении, окончательно разрушив существующие механизмы обеспечения безопасности, а также может отразиться на перспективах социально-экономического развития страны. При этом Мария Захарова прямо указала на то, что российская сторона отчетливо понимает вот этот уровень давления на Ереван со стороны западных стран в их стремлении расшатать ситуацию в регионе и использовать Армению в качестве плацдарма против России на Южном Кавказе. И вот я еще обратил внимание в заявлении Марии Захаровой на еще один аспект, который хотел бы особо отметить, хотел бы особо на нем подробно остановиться, чтобы, скажем так, вскрыть вот генезис вот этого антироссийского курса Еревана. Проще говоря, понять нам с вами, откуда растут вот эти вот ноги, пытающиеся увести Армению подальше от России. Итак, вот смотрите. Единственной западной страной о деструктивной роли которой Мария Захарова заговорила особо, стала Франция. И вот по ее словам, Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, не осознают ни истинных намерений новых французских покровителей, ни рисков от расширения их военного присутствия в регионе. А Москва, Москва же напоминает Еревану, что наивно верить, наивно верить в это покровительство Парижа, как в такой новый гарант безопасности Армении. Потому что если бы такие возможности, друзья, у Франции были, она бы их применила, к примеру, в тех странах, в которых у нее были и есть контрактные обязательства. Например, речь идет об африканском континенте, об этом много говорят, но миссия Франции, ведь в этих странах, смотрите, что произошло, срезком провалилась. И надо сказать, что обсуждение подрывной роли Франции на Южном Кавказе, если мы внимательно посмотрим, во многом дает ключ к пониманию того, почему же вот так откровенно вызывающе ведет себя по отношению к Москве и Баку-Ереван, антиазербайджанский курс президента Макрона стал, что называется, притчей в языцах, о чем мы с вами уже не раз говорили. Но, увы, ситуация развивается и роль Парижа для Москвы и Баку становится все более такой зловещей, если мы посмотрим, собственно, вот динамику, саму динамику ситуации. Мы видим с вами что? Мы видим, что президент Макрон, который взбудоражил мир вот этим призывом отправить войска западных союзников на Украину, полонный решимости, что сделать? Открыть еще один второй фронт, на этот раз уже не в Европе, а в другом стратегически важном регионе. И события на Южном Кавказе, где из Армении сегодня спешат слепить вот на французской коленке, в попыхах, еще одну антироссийскую Украину, полны вот такого собственного внутреннего драматизма. И как мы с вами видим, события эти чреваты новым геополитическим взрывом, о чем, в общем-то, и предупреждает сегодня Москва. И к такому выводу подталкивают, увы, события последних дней и последних недель, которые выстраиваются в одну причинно-следственную связь. Ответить на вопрос, ну зачем же Франция, при чем она здесь, а при чем здесь президент Макрон на самом деле не составит большого труда. Почему? Потому что все лежит на поверхности. Смотрите, в конце февраля Никол Пашинян посетил Париж, назвав свою встречу с Макроном прекрасной. И пригласив в Ереван французского премьера Габриэля Атталя. И сразу после этого в Ереван прилетел министр обороны Франции Себастьян Лекарно. В ходе встречи с ним министр обороны Армении Сурен Папекян заявил о том, что в оборонном сотрудничестве у Еревана нет никаких табу. И вот отвечая на вопрос, а не противоречит ли вот это оборонное сотрудничество с Францией в взаимодействии с Москвой, глава Минобороны Армении заявил, что такое сотрудничество вообще-то суверенное право Армении. И только Ереван будет решать с кем и когда и как выстраивать эти отношения. А на этой неделе президент Макрон оказался в центре нового скандала. Накануне президентских выборов в России он дал интервью французским телеканалам, в котором разрезался новыми антироссийскими тирадами и дал понять, что он не отказался от своей идеи направить войска, французские войска на Украине. И это при том, что эту идею мало кто поддержал даже из западных союзников. И о деструктивной роли Франции на этой неделе, кстати, говорили не только в Москве, говорили и в Баку, выступая на 11-м глобальном бакинском форуме. Президент Азербайджан Эльхам Алиев показал участникам фотографии из французского города Эвиан, который раньше был побратимом одного из азербайджанских городов. И вот в этой фотографии в Эвиане мы видим, что был осквернен памятник азербайджанской поэтессе Натаван. И вот французские власти даже не попытались при этом смыть вылитую на памятник красную краску. И по словам Эльхама Алиева, все это происходит в стране, которая претендует на роль не только политического, но и морального лидера демократического мира. Получается, что такими действиями, как месть памятнику выдающейся азербайджанской поэтессе, Париж пытается наказать Баку за восстановление территориальной целостности страны. И вот на фоне всех этих событий, главным партнером в области безопасности в Армении с гордостью сегодня называют не Россию, называют Францию. Как заявил на днях глава совбеза Армении Армен Григориан, Париж поставляет Еревану первоклассное вооружение. Ну вот зачем это вооружение Армении, с кем она готовится воевать? Угадайте, друзья, с трех раз, даже с одного раза. В общем, как мы видим, формирование второго фронта Макрона, призванного попытаться выдавить Россию из Южного Кавказа, а также не дать Азербайджану добиться долгосрочной нормализации с Армением, не позволит ему развернуться в полную силу у себя дома, у себя в своем родном регионе, в зоне своих средних интересов, идет сегодня семимильными шагами. Это, друзья, и есть то самое испытание на прочность, которое готовят сегодня Париж и Запад, Москве и Баку. Ну мы-то выдержим, а вот выдержат ли они? Вот на этот счет у меня есть очень большие сомнения. Ведь смотрите, демонстрируя, что для Еревана перестала быть ценной евразийская интеграция, дающая многочисленные конкретные приверенции, Армения рискует выпасть из этого процесса, из механизмов сотрудничества евразийской интеграции. Но в то же время европейская интеграция – это по-прежнему некая такая расплывчатая условность, которая не сулит в ближайшее время никаких дивидендов, а вполне возможно, может вообще никогда не состояться. И в итоге, в итоге Армения может утратить вот ту точку опоры, которая была для нее ключевой с момента провозглашения независимого армянского государства. Но можно ли пускаться в авантюры, создающие риск для армянского суверенитета? Зачем Армении нужен этот крашт-тест? В первую очередь, этот вопрос должны задать себе в Ереване и честно на него ответить. Ответить пока не поздно, не заигрываясь с огнем. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok